Универсиада стала одним из самых первых вопросов на совещании по развитию мегаполиса, которое состоялось сегодня в Алматы с участием премьер-министра Серика Ахметова. Как отметил Акимгород Ахмеджан Есимов, поддержка масштабного проекта международного значения требует решения на самом высоком уровне. Как выяснилось, местные власти организационные вопросы решают пока в одиночку. Для выкупка земельных участков составляет 3 миллиарда тенге. На разработку поезда и для своевременного начала строительно-монтажных работ необходимо 3,4 миллиарда тенге. Это уже для этих двух объектов. Всего по объектам универсиады в текущем году требуется 6,5 миллиарда. Учитывая практику прошлых лет, естественно, мы должны не терять время и темпы. В данном вопросе до сих пор нет четкой согласованности и синхронизации действий с Министерством образования. Премьер-министр даже уличил представителя образовательного ведомства в нестыковке цифр по главному объекту – атлетической деревне. По данным ведомства, выходило, что спортивный объект рассчитан на 29 тысяч мест вместо заявленных 5 тысяч. Откуда у вас такое вот 22 тысячи мест? Чего вы взяли? 29 тысяч. Разбирайтесь, разбирайтесь. Не надо мне здесь объяснять. Разбирайтесь. И представьте конкретное предложение от правительства, конкретно по универсиаде. Я вам не говорю, чтобы вы закрывали места дефицита студенческих общежитий. Я говорю вам конкретно по универсиаде. Почему-то с МОНа приходит непонятное решение, низком не согласованное. Вплоть до того, что Хайвиль будет строить. Какой Хайвиль? Зачем Хайвиль там строить? Там, я думаю, это рабочий район будет. Рабочий район. Значит, тем более строительство общежитий. Ну, Хайвиль может другой будет, я не знаю. Ну, давайте сейчас мы сконцентрируемся на одном вопросе, на очень важном вопросе. Это вот 5 тысяч деревни последующие, значит, будет общежитий. Обеспечение жителей Алатаусского района, потеку через жилосуризбережение. Еще один амбициозный проект Кокжайляу, несмотря на благословение главы государства, также пока не нашел достаточной поддержки кабинета министров. Проект будущего горнолыжного курорта развивается пока лишь усилиями местных властей. Мы просили, естественно, тогда, чтобы выделили нам Акимату. В результате получилось то, что в соответствии с действующим бюджетным законодательством эти средства в виде целевых транспортов невозможно было выделить городу Алматы. Нам пришлось для ускорения решения этого вопроса и изыскать эти средства из местного бюджета. Сегодня это его разработано. По словам главы правительства, проблемой номер один для Алматы является экология. И решать надо целый комплекс составляющих. Медео, Махнатка, Сурбулак, переход на альтернативное топливо, дальнейшее развитие метрополитена. Аким города Ахмеджан Есимов предложил свое решение проблемы. В целях изучения экологической обстановки и стимулирования коммунального и частного сектора на использовании экологически чистого транспорта необходимо разработать комплекс мер государственной поддержки с принятием соответствующих нормативно-правовых и законодательных актов, включая установить льготный тариф не только на газ, но и на электричество для метрополитена, трамвайно-троллейбистового парка ЛРТ, субсидировать стоимость приобретения транспорта, предназначенного для пассажирских перевозок и работающего на природном газе и электричестве, освободить от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе транспорта, имеется в виду экологическое чистое транспорта. Ответы были получены сразу на месте. Представители Кабмина выразили готовность поддержать инициативу и сообщили, что на строительство второй очереди метрополитена будет в поэтапном порядке выделяться 10 миллиардов тенге. Более того, переход на газ для автолюбителей станет реальностью уже с начала следующего года. Альтернативное топливо будет в Алматы отпускаться на 60% дешевле традиционного. Глава города попросил сдержать цену на голубое топливо в ближайшие несколько лет. Предполагается субсидирование пассажирских перевозок метрополитенам. В 2013 году 2,9 миллиарда тенге уже заложено в бюджете. Из выделенных средств нами уже выплачено 733 миллиона тенге, которые, конечно же, необходимы для нормальной работы метрополитена. А также хотелось бы сказать, что на строительство второй очереди выделено 10 миллиардов тенге. При обсуждении экологического развития была затронута и тема уникальных природных заповедников, пострадавших от стихии последних лет. Главная задача – вычистить от ветровала наше имиджевое ущелье Медео, где в основном у нас идет нагрузка по туризму. И поэтому на этот год у нас запланирована уборка 51 тысячи гектаров кубометров, то есть леса. И на нее бюджетом выделено денег в сумме 1 миллиард 100 миллионов тенге. То есть в этом году к осени мы приведем порядок полностью ущелье Медео. В завершении совещания премьер дал указания главам министерств и ведомств детально рассмотреть проблемы и вопросы развития мегаполиса и поддержать материально алматинские инициативы.